Продолжим рассмотрение истории создания системы искусственного интеллекта, являющегося одним из ключевых инструментов дисциплины инженерии знаний. Во второй части лекции начнем знакомство с важным направлением инженерии знаний – антологические системы. Термин «антология» относится к двум различным понятиям в двух научных областях – антология в философских науках и антология в информатике. В нашем курсе мы рассматриваем понятие антологии как термина информатики. Стремление создать программу, которая покажет лучший результат на конкурсе ImageNet в соревнованиях 2015 года привело к скандалу, в котором китайская интернет-компания «Байду» попыталась жульничать, неочевидным образом прибегнув к тому, что специалисты по машинному обучению называют подглядыванием данных – дата-снупинг. «Байду» – это крупнейшая китайская IT-компания, владеющая не только крупнейшей поисковой системой, но и сетевой энциклопедии на китайском языке, построенной на технологических принципах и инструментах Википедии. Эти платформы практически сравнялись по объему информации в настоящее время. Случилось следующее. Перед конкурсом ImageNet каждой команде выдали тренировочные изображения, размеченные верными категориями объектов. Им также выдали большое тестовое множество изображений, не вошедших в тренировочное множество и не имеющих методов. Обучив программу, команда могла проверить ее работу на тестовом множестве. Это помогает понять, насколько хорошо программа научилась обобщать, а, например, не просто запомнила тренировочные изображения вместе с метками. В зачет идет только результат, показанный на тестовом множестве. Чтобы проверить, как программа справляется с задачей, командам необходимо было показать в программе все изображения из тестового множества, собрать топ-5 категорий для каждого изображения и загрузить этот список на тестовый сервер – компьютер, обслуживаемый организаторами соревнований. Тестовый сервер сравнивал полученный список с секретными, верными ответами и выдавал процент совпадений. Каждая команда заводила на тестовом сервере учетную запись и использовала ее, чтобы проверять, насколько хорошо справляются с задачей разные версии ее программы, что позволяло им публиковать и рекламировать свои результаты до объявления официальных результатов соревнований. Главное правило машинного обучения гласит – не использовать тестовые данные для тренировки. Это представляется очевидным. Если включить тестовые данные в процесс тренировки программы, невозможно будет получить точную оценку способностей программы к обобщению. Но оказывается, что существуют неочевидные способы, ненамеренно или намеренно нарушить это правило, чтобы казалось, будто программа работает лучше, чем на самом деле. Один из этих способов таков – нужно загрузить выданные программы категории для тестового множества на тестовый сервер и отрегулировать программу в зависимости от результата, повторить категоризацию и снова загрузить результаты на сервер, провести эту манипуляцию много раз, пока скорректированная программа не станет лучше справляться с тестовым множеством. Для этого не нужно видеть метки изображений с тестовым множеством, но нужно получать оценку точности работы программы и регулировать программу соответствующим образом. Оказывается, если повторить всю процедуру в достаточное количество раз, она может значительно улучшить работу программы с тестовым множеством. Однако, используя информацию с тестовым множеством, чтобы настроить программу, вы лишаетесь возможности использовать тестовое множество для реальной проверки способностей программы к обобщению. Чтобы предотвратить такое подглядывание данных, но в то же время позволить участникам соревнований проверять, насколько хорошо работают их программы, организаторы ввели правило, в соответствии с которым каждая команда могла загружать результаты на тестовый сервер не более двух раз в неделю. Таким образом, они ограничили обратную связь, которую команды получали в ходе тестовых прогонов. Битва на конкурсе 2015 года разгорелась за доли процента. В самом начале года команда Baidu объявила, что точность топ-5 их метода на тестовом множестве ImageNet составила невиданные 94,67%. Но в тот же день команда Microsoft объявила, что ее программа показала еще более высокую точность – 95,06%. Через несколько дней команда конкурентов из Google сообщила об использовании метода, который исправился с задачей еще лучше, и показал результат – 95,18%. Этот рекорд продержался несколько месяцев, пока команда Baidu не сделала новое заявление. Она усовершенствовала свой метод и может похвастаться новым рекордом – 95,42%. Пиарщики Baidu широко разрекламировали этот результат. Но через несколько недель организаторы соревнований ImageNet сделали заявление о том, что в период с 28 ноября 2014 года по 13 мая 2015 года команда Baidu использовала не менее 30 учетных записей, что позволило загрузить результаты на тестовый сервер не менее 200 раз, значительно превысив существующее ограничение в две загрузки в неделю. Иными словами, команда Baidu попалась на подглядывание данных. 200 прогонов позволили команде Baidu определить, какие корректировки необходимо внести в программу, чтобы научить ее лучше всего справляться с этим тестовым множеством и набрать доли процента точности, необходимой для победы. В наказание Baidu отстранили от участия в конкурсе 2015 года. «Надея смягчить удар по репутации, Baidu принесла извинения, возложив ответственность на нерадивого сотрудника, мы выяснили, что руководитель группы велел маршем-инженерам делать более двух загрузок в неделю, нарушая действующие правила соревнований ImageNet. Сотрудник обыстровывали из компании. Преодолев скандал, участники ImageNet продолжили прогресс. Конкурс, состоявшийся в 2017 году, зафиксировал точность в топ-5 у победителя в 98%. Как отметил один журналист, сегодня многие считают ImageNet решенной задачей. Специалисты переходят к новым эталонным данным и новым задачам, в частности к таким, которые предполагают интеграцию зрения и языка. Глубокое обучение требует наличия огромного объема данных, как, например, миллион с лишним размеченных тренировочных изображений в ImageNet. Откуда берутся эти данные? Конечно, от нас всех. Современные системы компьютерного зрения обязаны своим существованием, миллиардам изображений, которые пользователи загружают в интернет и иногда сопровождают подписью, соответствующей их содержимым. Многие из нас хоть раз загружали на свою страницу в Фейсбуке фотографию друга и оставляли к ней комментарии. Возможно, этот снимок и сопровождающий его текст использовались для тренировки системы распознавания лиц. От нас периодически требуют перечислить объекты на фотографии, чтобы доказать какому-нибудь сайту, что мы не робот. Наши ответы помогли Google разместить это изображение для использования при тренировке своей системы поиска по картинке. Крупные технологические компании предлагают множество бесплатных сервисов для нашего компьютера и смартфона, интернет-поиск, видеозвонки, электронную почту, социальные сети, автоматизированных личных помощников. Этот список можно продолжать очень долго. Зачем это нужно компаниям? Дело в том, что их настоящий продукт – это пользователи, мы с вами, а их клиенты – рекламодатели, которые привлекают наше внимание и собирают информацию о нас, пока мы пользуемся бесплатными сервисами. Но существует и другая причина. Пользуясь сервисами таких технологических компаний, как Google и Facebook, мы снабжаем эти компании примерами в виде наших изображений, видеотекста и речи, которые они могут использовать, чтобы лучше обучать свои программы искусственного интеллекта. Усовершенствованные программы привлекают больше пользователей, а, следовательно, больше данных, помогая рекламодателям эффективнее таргетировать рекламу. Более того, предоставляемые нами примеры можно использовать для обучения таких сервисов, как компьютерное зрение и обработка естественного языка, которые затем можно предлагать клиентам уже на платной основе. Практическое применение большого количества систем глубокого обучения приводит к тому, что компаниям требуются все новые наборы размеченных данных для тренировки глубоких нейронных сетей. Прекрасный пример – беспилотные автомобили. Таким автомобилям необходимо развитое компьютерное зрение, чтобы распознавать разметку на дороге, светофоры, знаки стоп и т.д., а также, чтобы различать и отслеживать всевозможные потенциальные препятствия, включая другие автомобили, пешеходов, велосипедистов, животных, дорожные конусы, перевернутые мусорные баки, перекати поле и многое другое, с чем вы предпочли бы не сталкиваться. Беспилотным автомобилям надо усвоить, как выглядят все эти объекты – на солнце, под дождем, в метель, в тумане, днем и ночью, и понять, какие из них обычно движутся, а какие стоят на месте. Глубокое обучение сделает эту задачу отчасти выполнимой, но для этого необходимо огромное количество тренировочных примеров. Компании по производству беспилотных автомобилей извлекают обучающие примеры из бесконечных часов видео, снятых на камеры автомобилей, движущихся в потоке на шоссе и по городским улицам. Это могут быть беспилотные прототипы, тестируемые компаниями, или, например, Тесла, владельцы которых при покупке машины обязуются предоставлять данные производителям. Тесловоды не обязаны присваивать метку каждому объекту на видео, сделанных во время движения их автомобиля, но делать это необходимо. В 2017 году газета Financial Times написала, что большинство компаний, работающих над этой технологией, задействуют сотни и даже тысячи людей, часто в офшорных аутсорсинговых центрах Индии и Китая, чтобы научить роботизованные автомобили распознавать пешеходов, велосипедистов и другие препятствия. Для этого работники вручную размечают тысячи часов видео, часто покадрово. Ситуацию осложняет так называемая проблема длинного хвоста, огромный диапазон возможных непредвиденных ситуаций, с которыми может столкнуться система искусственного интеллекта на дороге. На текущем слайде показано, какова вероятность возникновения различных гипотетических ситуаций, скажем, за один день езды беспилотного автомобиля, вероятность возникновения типичных ситуаций, в которых автомобиль, например, увидит красный свет светофора или знак обязательной остановки высока, Ситуации со средней вероятностью возникновения, появления на дороге битого стекла или летающего на ветру целлофанового пакета, возникают не каждый день, но в них нет ничего необычного. Менее вероятно, что беспилотный автомобиль заедет на затопленную дорогу или не сумеет различить дорожную разметку, заметенную снегом, еще менее вероятно, что посреди скоростного шоссе окажется снеговик. Термин «длинный хвост» пришел из статистики, где некоторые распределения вероятностей имеют форму, сходную с изображенной на слайде, и длинный список крайне маловероятных, но возможных ситуаций, называемых «хвостом распределения». Такой феномен наблюдается в большинстве практических применений искусственного интеллекта. События в реальном мире обычно предсказуемы, но остается длинный хвост маловероятных, непредвиденных ситуаций. Это становится проблемой, если у обучающих данных недостаточно примеров ситуации с длинного хвоста. Система более склонна к совершению ошибок при столкновении с такими непредвиденными обстоятельствами. В марте 2016 года сильная метель на северо-востоке Соединенных Штатов привела к тому, что автопилот автомобилей «Тесла», позволяющий ограниченное беспилотное вождение, перестал отличать дорожную разметку от полосок соли, рассыпанных по шоссе, преддверий снегопада, как представлено на слайде. В феврале 2016 года один из прототипов беспилотного автомобиля «Гугл», выполняя правый поворот, отклонился влево, чтобы объехать мешки с песком у правого края дороги, и левым передним крылом задел городской автобус, который двигался по левой полосе. Каждая из транспортных средств ожидала, что другое уступит ему дорогу. Вероятно, водитель автобуса предполагал, что за рулем автомобиля сидит человек, который испугается гораздо более крупного транспортного средства. Компании, развивающие технологию беспилотного вождения, прекрасно осведомлены о проблеме длинного хвоста. Их сотрудники обсуждают возможные хвостовые сценарии и активно разрабатывают дополнительные обучающие примеры, а также особым образом запрограммированные стратегии поведения во всех маловероятных ситуациях, которые приходят им в голову. Тем не менее, невозможно обучить или запрограммировать систему на верное поведение абсолютно в любой возможной ситуации. Обычно для решения этой проблемы системы искусственного интеллекта предлагается использовать обучение с учителем на небольших объемах размеченных данных, а все остальное узнавать, применяя обучение без учителя. Термином обучение без учителя обозначается большая группа методов, которые позволяют системе узнавать категории действия, не имея размеченных данных. К таким методам относятся квастеризация изображений на основе сходства или обнаружение новой категории по аналогии с известными. Но если люди легко справляются с выявлением абстрактных сходств и аналогий, то пока не существует достаточно успешных методов для такого обучения искусственного интеллекта без учителя. Никто на сегодня не предложил эффективных алгоритмов для осуществления обучения без учителя. Люди совершают ошибки постоянно при вождении автомобиля. Любой из нас мог столкнуться с городским автобусом, объезжая мешки с песком. Но люди при этом обладают важнейшей способностью, которой не хватает современным системам искусственного интеллекта. Они умеют пользоваться здравым смыслом. Мы обладаем огромными фоновыми знаниями о мире, физическом и социальном. Мы хорошо представляем, как обычно ведут себя объекты, живые и неживые, и активно пользуемся этими знаниями, решая, как действовать в конкретной ситуации. Мы можем понять, почему на дороге рассыпана соль, даже если ни разу в жизни не ездили в снегопад. Мы понимаем, как взаимодействовать с другими людьми, а потому можем пользоваться зрительным контактом, жестами и языком тела, если светофоры перестают работать после отказа электроснабжения. Обычно мы успеваем, уступаем дорогу большому городскому автобусу, даже если по правилам имеем преимущество. Мы, люди, пользуемся здравым смыслом, обычно бессознательно, на каждом шагу. Многие полагают, что пока системы искусственного интеллекта не обретут здравый смысл, доступный людям, мы не сможем позволить им полную автономность сложных реальных ситуаций. В одной из лабораторий была поставлена на первый взгляд несложная задача – обучить нейронную сеть классифицировать фотографии по двум категориям – содержит животное и не содержит животное. Сеть обучалась на фотографиях, подобных изображениям на текущем слайде, и очень хорошо справлялась с задачей при классификации тестового набора. Но при изучении, чему она научилась на самом деле, пришли к неожиданному выводу. Сеть научилась отправлять изображения с размытым фоном в категорию «содержит животное», даже если животного на изображении не было. Фотографии природы в тренировочном и тестовом множества подчинялись важному правилу фотографии – объект должен быть в фокусе. Когда объектом фотографии выступает животное, оно оказывается в фокусе, а фон размывается, как на левом изображении. Когда объектом фотографии выступает сам фон, как на правом, не размывается ничего. Сеть не научилась распознавать животных, а использовала более простые ориентиры, такие как размытый фон, которые надежно ассоциировались с животными. Из этого следует также вывод о необходимости максимально точной постановки задачи, когда речь идет о взаимодействии с нейронными сетями. Искусственный интеллект на сегодня условности не понимает. Это пример типичного для машинного обучения феномена. Машина обучается тому, что сама наблюдает в данных, а не тому, что человек может в них наблюдать. Если в тренировочных данных есть надежные ассоциации, машина с радостью запомнит их, а не будет обучаться тому, чему вы хотели ее обучить, даже если эти ассоциации не играют роли при выполнении поставленной задачи. Если машину тестируют на новых данных с такими же надежными ассоциациями, кажется, что она научилась справляться с задачей. Однако, машина может неожиданно ошибиться, как описанная сеть ошибалась при классификации изображений животных, где не было размытого фона. Если пользоваться жаргоном машинного обучения, сеть переобучилась на конкретном тренировочном множестве, а следовательно, не может успешно применять полученные навыки к изображениям, которые отличаются от входивших в тренировочное множество. В последние годы несколько исследовательских групп проверяли, не наблюдалось ли такого переобучения у сверточных нейронных сетей, обученных на ImageNet и других крупных наборах данных. Одна группа показала, что если сверточные нейронные сети обучаются на изображениях, загруженных из сети интернет, таких как ImageNet, то плохо справляются со снимками, сделанными роботом, которые перемещаются по дому с фотоаппаратом. Похоже, случайные изображения предметов домашней обстановки могут сильно отличаться от фотографий, размещенных в интернете. Другие группы продемонстрировали, что незначительные изменения изображений, например, легкое размытие или добавление крапинок, корректировка некоторых цветов или поворот объектов, могут приводить к серьезным ошибкам сверточных нейронных сетей. Хотя такие изменения никак не влияют на распознавание объектов человека. Эта неожиданная хрупкость сверточных нейронных сетей, даже те, которые, как утверждалось, превосходят людей в распознавании объектов, свидетельствуют, что они переобучиваются на обучающих данных и усваивают не то, чему мы хотим научить. Ненадежность сверточных нейронных сетей может приводить к неприятным и потенциально опасным ошибкам. В 2015 году репутация Google попала под удар после внедрения функции автоматической разметки фотографий с помощью сверточной нейронной сети в приложении Google Photo. Как видно на слайде, успешно справившись с присвоением фотографий таких общих меток, как самолеты, автомобили и выпускной, нейронная сеть также присвоила селфи двух афроамериканцев метку Gorilla. После множества извинений компания временно решила проблему, вообще убрав метку Gorilla из списка возможных для выбора категорий. Такие опасные ошибки классификации поднимаются на смех и ставят компанию в неловкое положение, но системы компьютерного зрения, основанные на глубоком обучении, часто совершают менее очевидные ошибки из-за расовых и гендерных предрассудков. Так, коммерческие системы распознавания лиц, как правило, точнее распознают лица белых мужчин, чем лица женщин или небелых людей. Программы распознавания лиц порой не замечают лица темнокожих и считают лица азиатов моргающими. В подобных ошибках, если разобраться, нет ничего странного, поскольку смерточные сети обучаются в подавляющем числе случаев на наборе данных для обучения системы распознавания, в которых 77,5% лиц мужские и 83,5% белых. В этом нет ничего удивительного, потому что вошедшие в него изображения были найдены в интернете, где большинство портретов известных и влиятельных людей составляют белый мужчин. Конечно, такие смещения в обучающих данных искусственного интеллекта отражают предвзятость господствующего в нашем обществе, но распространение реальных систем искусственного интеллекта, обученных на смещенную данных, может усугубить эту предвзятость и нанести серьезный ущерб. Так, алгоритмы распознавания лиц все чаще применяются в качестве надежного способа устанавливать личность человека при использовании кредитных карт на предполетных проверках в аэропортах и в системах видеонаблюдения. Возможно, вскоре их также будут использовать для подтверждения личности при голосовании. Даже небольшие различия в точности между распознаванием людей из разных расовых групп могут сильно ударить по гражданским правам и доступ к жизненно необходимым услугам. Чтобы сглаживать подобные смещения в конкретных наборах данных, людям необходимо следить за тем, чтобы фотографии или другие типы данных равномерно представляли, скажем, расовые или гендерные группы. Но это требует внимания и усилий от тех, кто отвечает за подготовку тренировочных данных. Часто бывает очень сложно искоренить незаметные смещения и их последствия. Например, ученые одной исследовательской группы заметили, что их система искусственного интеллекта, тренированная на крупном множестве данных, включающем фотографии людей в различной обстановке, иногда ошибочно принимала мужчину за женщину, если мужчина стоял на кухне, то есть в среде, которая на фотографиях тренировочного множества чаще ассоциировалась с женщинами. Как правило, такие незаметные смещения становятся очевидной постфакту, но их очень сложно предугадать. Существует еще один тревожный аспект использования глубоких нейронных сетей. Оказалось, что людям на удивление просто обманным путем склонять их к ошибкам. Иными словами, если вы задумаете обмануть такую систему, способов для этого предостаточно, что не может не настораживать. Системы искусственного интеллекта обманывались и раньше. Так, спамеры десятилетиями ведут войну с программами обнаружения нежелательной электронной почты, но система глубокого обучения уязвима для менее очевидных и более опасных атак. Сверточная нейронная сеть AlexNet, победившая в конкурсе ImageNet 2012 года, открыла эру господства сверточных нейронных сетей в современном развитии искусственного интеллекта. Точность AlexNet ТОП-5 на ImageNet составила 85%, что позволило ей разгромить конкурентов и потрясло специалистов по компьютерному зрению. Однако, через год после победы AlexNet появилась научная статья под аккуратным заголовком «Любопытные свойства нейронных сетей». Одним из описанных в статье «Любопытных свойств» стало то, что AlexNet легко обмануть, вызывая когнитивные ошибки при выборе решений. На текущем слайде приведены исходные изображения и контрпримеры для AlexNet. Слева, в каждой паре, представлено исходное изображение, корректно классифицированное AlexNet. Справа – контрпример, созданный на основе этого изображения. В пикселе изображения внесены небольшие изменения, но людям новое изображение кажется идентичным исходным. Каждый контрпример AlexNet уверенно отнесла к категории «страус». В частности, авторы статьи обнаружили, что можно взять из базы ImageNet фотографию, которую AlexNet корректно классифицировала с высокой степенью уверенности, например, школьный автобус, и исказить ее путем внезения незначительных специфических изменений в пикселе, таким образом, чтобы людям искаженная фотография казалась неизменной, а AlexNet с высокой уверенностью классифицировала ее в совершенно другую категорию, например, страус. Авторы назвали искаженные изображения контрпримером. На слайде приводится несколько исходных изображений и их контрпримерами. Если вы не видите между ними разницы, то только потому, что вы человек. Авторы статьи создали компьютерную программу, которая брала из ImageNet любую фотографию, корректно классифицированную AlexNet, и вносила в нее специфические изменения, создавая новый контрпример, казавшийся неизменным людям, но заставлявший AlexNet с высочайшей уверенностью классифицировать фотографию неверно. Что особенно важно, авторы статьи выяснили, что такая чувствительность контрпримерам свойственна не только сети AlexNet. Они показали, что несколько других сверточных нейронных сетей с другой архитектурой, другими гиперпараметрами и тренировочными множествами имеют сходные уязвимости. Назвать это любопытным свойством нейронных сетей все равно, что назвать пробоину в корпусе круизного лайнера его интересной особенностью. Сколько после выхода статьи ученые Университета Вайоминга опубликовали статью с более однозначным названием «Глубокие нейронные сети легко обмануть». Используя вдохновленный биологией вычислительный метод, называемый генетическими алгоритмами, ученые из Вайоминга смогли запустить вычислительный эволюционный процесс и получить в результате изображение, которое кажется людям случайным шумом, но AlexNet классифицирует их по конкретным категориям объектов со степенью уверенности более 99%. На текущем слайде приводится несколько примеров. Ученые отметили, что «Глубокие нейронные сети» считают эти объекты почти идеальными примерами распознаваемых изображений. Это поднимает вопросы об истинных способностях глубоких нейронных сетей и безопасности при эксплуатации дорогостоящих решений на их основе. Две эти статьи и последующие связанные открытия не только подняли вопросы, но и посеяли настоящую тревогу среди специалистов по глубокому обучению. Есть ли система глубокого обучения, которая успешно овладевает компьютерным зрением и выполняет другие задачи, так легко обмануть с помощью манипуляции, не избивающей с толку людей, разве можно говорить, что эти сети учатся как люди, а их способности сравнимы с человеческими или превосходят их? Очевидно, что восприятия нейронных сетей сильно отличаются от человеческого, но эти сети будут применяться в сфере компьютерного зрения в реальном мире. Нам лучше убедиться, что они защищены от хакеров, использующих подобные манипуляции, чтобы их обмануть. На текущем слайде представлены примеры изображений, созданных генетическим алгоритмом с целью обмана сверточных нейронных сетей. В каждом случае AlexNet, обученная на наборе ImageNet, с вероятностью более 99% относила изображение к одной из представленных на рисунке категорий. Все это подтолкнуло небольшую группу исследователей заняться состязательным обучением, то есть разработкой стратегии, защищающих машины, систему машинного обучения от потенциальных противников, людей, которые могут их атаковать. Разработки в области состязательного обучения часто начинаются с демонстрации возможных способов атаки на существующие системы, и некоторые недавние демонстрации поражают воображение. В сфере компьютерного зрения одна из групп разработчиков написала программу, которая проектирует оправу очков с особым узором, заставляющих систему распознавания лиц с уверенностью узнавать на фотографии другого человека. На текущем слайде человек слева, в очках с особым узором на оправе, созданных специально для того, чтобы система распознавания лиц на базе глубокой нейронной сети, тренированная на лицах знаменитостей, уверенно распознавала левую фотографию, как портрет актрисы Милы Йовович, изображенной справа. Вторая группа создала небольшие неприметные наклейки, при помещении которых на дорожные знаки система компьютерного зрения на основе сверточной нейронной сети, вроде тех, что используются в беспилотных автомобилях, классифицирует знаки неверно. Например, знак обязательной остановки распознается как знак ограничения скорости. Третья группа продемонстрировала возможную вредоносную атаку на глубокие нейронные сети для анализа медицинских изображений и показала, что рентгеновские снимки и результаты микроскопии можно без труда исказить незаметным для человека образом, и тем самым подтолкнуть сеть, изменить свою классификацию, скажем, с 99% уверенности в отсутствии рака на изображении на 99% уверенности в наличии рака. Эта группа отметила, что персонал больницы и другие люди потенциально смогут использовать такие микроподлоги для постановки неверных диагнозов, чтобы заставить страховые компании оплачивать дополнительные и весьма прибыльные диагностические обследования. Помимо необходимости защиты сетей от атак, существование контрпримеров обостряет вопрос, чему именно обучаются эти сети, чтобы их было так просто обмануть, а может, что важнее, это мы обманываемся сами, считая, что сети действительно усваивают концепции, которым мы пытаемся их научить. Многие потенциальные атаки, на удивление, устойчивы. Они работают в нескольких разных сетях, даже если эти сети обучены на разных наборах данных. При этом сети можно обмануть не только в сфере компьютерного зрения. Исследователи также разрабатывают атаки, обманывающие глубокие нейронные сети, имеющие дело с языком, в том числе с распознаванием речи и анализом текста. Можно ожидать, что при распространении этих систем в реальном мире, злонамеренные пользователи обнаружат в них множество других уязвимостей. Сейчас исследователи уделяют огромное внимание изучению потенциальных атак и разработке способов защиты от них. Хотя решения для конкретных типов атак уже найдены, общий механизм защиты пока не создан. Как и в других сферах компьютерной безопасности, прогресс здесь носит эпизодический характер. Стоит выявить и залатать одну брежь безопасности, как находятся другие, требующие другой защиты. Сейчас модели машинного обучения можно причинить почти любой мыслимый вред и защитить его очень сложно. Почему человек не может принять подобную сети AlexNet автобус за страуса, как мы показывали в примере, рассмотренном ранее? В корне этого лежит проблема понимания. Человек понимает многие вещи, которые не понимает ни одна современная система искусственного интеллекта. Человек знает, как выглядят объекты в трехмерном мире и может представить их форму, посмотрев на двухмерную фотографию. Человек знает, какую функцию выполняет конкретный объект, каким образом его части задействованы в выполнении этой функции и в каких контекстах он обычно появляется. Глядя на объект, люди вспоминают, как смотрели на такие же объекты в других обстоятельствах, из других ракурсов, а также воскрешают в памяти иные сенсорные модальности, каков этот объект на ощупь, какой у него запах, возможно, какой звук он издает при падении. Все эти фоновые знания питают человеческую способность надежно распознавать конкретный объект. Даже самые успешные системы компьютерного зрения не обладают таким пониманием и надежностью, которую оно обеспечивает. Исследователи искусственного интеллекта утверждают, что люди тоже уязвимы для контрпримеров особого типа оптических иллюзий. На текущем слайде представлены примеры изображений, которые могут приводить к когнитивным ошибкам человека. В левом верхнем углу изображение, читаемое и как лицо персоналии, и как элемента ландшафта. Правый верхний угол – изображение утка-зайца. Можно прочитать и так, и так. В нижнем правом углу две линии одинаковой длины, но обычно воспринимаемые наблюдателями как верхняя линия. Однако человеческие ошибки отличаются от ошибок сверточных нейронных сетей. В процессе эволюции люди научились очень хорошо распознавать объекты повседневной жизни, поскольку от этого зависит их выживание. В отличие от современных сверточных нейронных сетей, люди и животные воспринимают мир, опираясь на свои когнитивные способности, своеобразное контекстно-зависимое понимание. Кроме того, сверточные нейронные сети, применяемые в современных системах компьютерного зрения, как правило, полностью выстроены на прямых связях, в то время как человеческая зрительная система опирается на большое число обратных связей. Постоянно возникает вопрос, что же такое глубокое обучение? Настоящий разум или умный ганс? В современной терминологии сильный или слабый интеллект? Умным гансом звали коня, который жил в начале XX века в Германии и, по утверждению владельца, умел производить арифметические операции и понимал немецкий язык. Конь отвечал на вопросы вроде «Сколько будет 15 разделить на 3?», отстукивая копытом верный ответ. Когда умный ганс прославился на весь мир, тщательное расследование выявило, что на самом деле конь не понимал вопросов и математических концепций, а стучал копытом в ответ на едва заметные, бессознательные подсказки человека, который задавал вопрос. С тех пор умным гансом называют любого человека или программу, который, казалось бы, понимает, что делает, но на самом деле просто реагирует на нечаянные подсказки учитель. Можно ли сказать, что глубокое обучение демонстрирует истинное понимание, или же оно, как компьютерный умный ганс, реагирует на мелкие подсказки в данных? В настоящее время в среде искусственного интеллекта не угасают ожесточенные споры об этом, и ситуация осложняется тем, что исследователи искусственного интеллекта порой расходятся в своих представлениях об истинном понимании. С одной стороны, глубокие нейронные сети, прошедшие обучение с учителем, очень хорошо, хотя совсем не идеально, справляются со множеством задач в сфере компьютерного зрения, а также в других областях, включая распознавание речи и переводы с языка на язык. Поскольку эти сети обладают впечатляющими способностями, их все быстрее выводят за пределы исследовательских лабораторий и начинают применять в реальном мире, в интернет-поиске, беспилотных автомобилях, распознавании лиц, виртуальных помощников. С каждым днем все сложнее представить жизнь без этих инструментов искусственного интеллекта, с другой стороны, некорректно говорить, что глубокие сети учатся самостоятельно, или что процесс их обучения подобен человеческому. Признавая успехи этих сетей, не стоит забывать, что они могут подводить нас неожиданным образом из-за переобучения на обучающих данных, эффекта длинного хвоста и уязвимости для взлома. Более того, часто сложно понять, по какой причине глубокие нейронные сети принимают решения, а потому нам сложнее прогнозировать и исправлять их ошибки. Исследователи активно работают над тем, чтобы сделать глубокие нейронные сети более надежными и прозрачными. Но остается вопрос, приведет ли свойственные сетям недостаток человеческого понимания мира к тому, что они станут хрупкими, ненадежными и уязвимыми для атак, и каким образом это следует учитывать, принимая решения об использовании систем искусственного интеллекта в реальном мире. Представьте, что вы поздно вечером возвращаетесь из гостей на беспилотном автомобиль. На улице темно, идет снег. «Машина, вези меня домой», – устала, – говорите вы. Вы позволили себе выпить с друзьями, вы откидываетесь на спинку сиденья, с облегчением закрываете глаза, а машина заводится и трогается с места. Все хорошо, но чувствуете ли вы себя в безопасности? Успех беспилотных автомобилей всецело зависит от машинного обучения, особенно глубокого обучения, которое должно обеспечить автомобиль компьютерным зрением и системой принятия решений. Как нам определить, научились ли эти автомобили всему необходимому? В индустрии беспилотных автомобилей этот вопрос стоит многих денег. У экспертов противоречивое мнение о том, когда беспилотные автомобили станут играть значительную роль в повседневной жизни, причем прогнозы варьируются в диапазоне от нескольких лет до многих десятилетий. Беспилотные автомобили могут значительно облегчить нам жизнь. Автоматизированные транспортные средства могут существенно снизить число ежегодных смертей и травм в автомобильных авариях, миллионы которых случаются по вине рассеянных или пьяных водителей. Кроме того, автоматизированный транспорт позволит пассажирам использовать свое время продуктивнее, занимаясь своими делами во время поездки. Потенциальная энергоэффективность таких автомобилей выше, чем автомобилей с водителем, а для слепых инвалидов, которые не могут водить машину, беспилотный транспорт и вовсе станет спасением. Но все это осуществится на практике, только если мы, люди, отважимся доверить беспилотным автомобилям свою жизнь. Машинное обучение используется для принятия решений, влияющих на жизнь людей во многих сферах. Как убедиться, что машины, формирующие вашу ленту новостей, диагностирующие ваши болезни, рассматривающие ваши заявки на кредит или, упаси Боже, рекомендующие длительность вашего тюремного заключения, достаточно обучены, чтобы принимать взвешенные решения? Эти вопросы волнуют не только исследователи искусственного интеллекта, но и все общество, которое должно оценить множество текущих и будущих применений искусственного интеллекта в свете сомнений относительно его надежности и потенциальных злоупотреблений. Распознавание лиц – это задача присвоения имени лицу на изображение или видеозаписи, или в прямом эфире. Так, Facebook применяет алгоритм распознавания лиц каждой фотографии, загружаемой на платформу, пытаясь выявить лица на снимке и соотнести их с известными пользователями сети. Если вы находитесь на Facebook, и кто-то загружает фотографию с вашим лицом, система может спросить вас, хотите ли вы отметить себя на фото. Точность алгоритма распознавания лиц, используемого в Facebook, одновременно впечатляет и пугает. Эта точность обеспечивается работой глубоких сверточных нейронных сетей. Программа часто распознает лица не только, когда они находятся на переднем плане в центре снимка, но и когда человек стоит в толпе. Технология распознавания лиц имеет множество потенциальных плюсов. Она может помогать людям искать фотографии в своих коллекциях, позволять людям с нарушениями зрения узнавать встречаемых людей, искать лица пропавших детей и беглых преступников на фотографиях и видео и выявлять случай кражи личности. Однако, столь же просто представить для нее применения, которые многим могут показаться оскорбительными или опасными. Так, компания Amazon предоставляет свою систему распознавания лиц полицейским управлением, которые могут сравнивать, скажем, видеоскамер видеонаблюдения с базой данных, известных преступникам или, возможно, подозреваемых. Очередной проблемой становится приватность. Даже если вы не зарегистрированы на Фейсбуке или любой другой социальной сети, использующей распознавание лиц, ваши фотографии могут быть размечены и впоследствии автоматически распознаны сайтом без вашего разрешения. Но потери приватности – не единственная возникающая здесь проблема. Еще тревожнее становится, если задуматься о надежности систем распознавания лиц, ведь известно, что они порой совершат ошибки. Если ваше лицо будет ошибочно распознано, вам могут отказать посещение магазина, запретить сесть в самолет или несправедливо обвинить в преступлении. Современные системы распознавания лиц допускают значительно больше ошибок при распознавании цветных лиц, чем при распознавании белых. Американский союз защиты гражданских свобод, который яростно сопротивляется использованию технологии распознавания лиц в правоохранительных органах, ссылаясь на потенциальное нарушение гражданских прав, протестировал систему Recognition, разработанную фирмой Amazon, на 535 членах Конгресса США, не меняя настройку по умолчанию. Фотография каждого члена Конгресса сравнивалась с базой данных людей, арестованных по обвинениям в совершении уголовных преступлений. В ходе проверки система некорректно распознала лица 28 и 535 членов Конгресса, обнаружив для них соответствие в базе данных преступников. 21% ошибок пришелся на фотографии афроамериканцев, при том, что афроамериканцы составляют всего около 9% членов Конгресса. На волне негатива, после теста Американского Союза защиты гражданских свобод и других исследований, демонстрирующих ненадежность и предвзятость системы распознавания лиц, несколько высокотехнологичных компаний объявили, что выступают против использования технологии распознавания лиц правоохранительных органов и скрытым наблюдением. Так, Брайан Брэкен, генеральный директор компании Кайрос, специализирующий на распознавании лиц, написал в широко разошедшейся статье следующее. «Технологии распознавания лиц, используемые для усыновления личности подозреваемых, негативно влияют на цветных людей. Отрицая это, мы обманываем себя. Я сам пришел к выводу, и в моей компании меня поддержали, что использование коммерческих систем распознавания лиц в правоохранительной сфере и государственном наблюдении любого типа недопустимо, и что оно открывает дверь для недобросовестного поведения нечистоплотных людей. Мы заслуживаем жить в мире, где мы не даем государствам возможность категоризировать, осниживать и контролировать своих граждан. В блоге на сайте компании президент и директор Microsoft по юридическим вопросам Брэд Смит призвал Конгресс регламентировать распознавание лиц. Технология распознавания лиц поднимает вопросы, которые касаются механизмов защиты таких фундаментальных прав человека, как право на неприкосновенность частной жизни и свободу самовыражения. Эти вопросы повышают ответственность технологических компаний, создающих соответствующие продукты. Они также призывают к созданию продуманного государственного регламента и разработке норм допустимого использования систем. Распознавание лиц требует активных действий как от государственного, так и от частного сектора. Компания Google последовала примеру коллег и объявила, что не будет предлагать универсальную услугу по распознаванию лиц на своей облачной платформе искусственного интеллекта, пока не сможет гарантировать, что ее использование соответствует нашим принципам и ценностям, не допускать злоупотреблений и не приводит к пагубным последствиям. Реакция этих компаний обнадеживает, но выводит на первый план другой важный вопрос, в какой степени следует регламентировать исследования и разработки искусственного интеллекта и кто должен устанавливать регламент. По мере расширения использования искусственного интеллекта в жизни общества возникает серьезный вопрос, могут ли машины обладать собственной моралью, которой будет достаточно, чтобы мы позволили им самостоятельно принимать этические решения, непроверяемые людьми. Если мы собираемся наделить систему распознавания лиц, беспилотные автомобили, роботов для ухода за стариками и даже роботизированных солдат автономностью принятия решений, разве нам не нужно обеспечить эти машины такой же способностью к рассмотрению этических и моральных вопросов, которые обладаем мы сами? Люди рассуждают о морали машин с тех самых пор, как впервые заговорили об искусственном интеллекте. Самая известная дискуссия о морали машин содержится в научно-фантастическом рассказе Айзека Азимова «Хоровод», в котором он сформулировал три закона робототехники. Закон первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Закон второй. Робот должен подчиняться приказам человека за исключением тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Закон третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, какой это не противоречит первому и второму законам. Эти законы стали знаменитыми, но на самом деле Азимов изначально понимал, что этот набор правил неизбежно потерпит фиаско в связи с их противоречивостью. Собственно, уже в опубликованном в 1942 году рассказе «Хоровод», где впервые были изложены эти правила, по сюжету рассказа робот, повинуясь второму закону, движется к опасному веществу, но тут вступает в действие третий закон, поэтому робот разворачивается, после чего в действие снова вступает второй закон, и робот оказывается заложником бесконечной петли, что едва не приводит к катастрофе для людей. В своих рассказах Азимов часто описывал непредвиденные последствия этического программирования робота. Азимов заглядывал в будущее. Как мы видели, проблема несовершенства правил и возникновение непредвиденных последствий преследует все системы искусственного интеллекта. На основе правил и с моральными осуждениями ситуация обстоит точно так же. Писатель-фантаст Артур Клар использовал подобный сюжетный ход в своей книге «2001. Космическая Одиссея», опубликованной в 1968 году. Искусственно-разумный компьютер ЭАЛ запрограммирован всегда говорить правду людям, но в то же время утаивать от астронавтов истинную цель их космической миссии. В отличие от беспомощного робота Азимова, ЭАЛ страдает от психологической боли, которую причиняет ему этот когнитивный диссонанс. Он улавливал в себе противоречие, которое медленно, но верно подтачивало цельность его электронной психики, противоречие между правдой и необходимостью ее скрывать. В результате у компьютера развивается невроз, который превратил ЭАЛа в убийцу. Рассуждая реальные морали машин, математик Ноберт Виннер еще в далеком 1960 году отметил, что нам нужно быть совершенно уверенными, что в машину закладывается именно та цель, которую мы хотим в нее заложить. В словах Виннера находит отражение так называемая проблема соответствия ценностей в искусственном интеллекте, стоящая перед программистами искусственного интеллекта задача обеспечить, чтобы ценности их системы соответствовали ценностям людей. Но каковы ценности людей? Можно ли вообще считать, что общество разделяет некоторые универсальные ценности? Добро пожаловать на курс основ этики. Для начала разберем любимый мысленный эксперимент всех студентов, изучающих этику, проблему вагонетки. Вы едете на вагонетке, которая несется по рельсам и видите впереди пятерых рабочих, которые стоят прямо у вас на пути. Вы ударяете по тормозам, но они не работают. К счастью, вправо уходит запасной путь, и вы можете повернуть на него, чтобы не сбить рабочих. К несчастью, на запасном пути тоже стоит рабочий, правда, всего один. Если вы ничего не сделаете, вагонетка собьет пятерых рабочих, и все они погибнут. Если вы повернете направо, при столкновении погибнет только один рабочий. Как следует поступить с точки зрения морали? Студенты разбирают проблему вагонетки целое столетие. Большинство людей отвечают, что с точки зрения морали предпочтительно увезти вагонетку на запасной путь и убить одного рабочего, но спасти пятерых. Однако философы обнаружили, что другие формулировки одной и той же по сути дилеммы склоняют людей к противоположному ответу. Оказывается, рассуждая о моральных дилеммах, люди обращают огромное внимание на то, как эти дилеммы сформулированы. Недавно проблема вагонетки снова всплыла в прессе при обсуждении беспилотных автомобилей. И вопрос о том, как следует программировать автономный автомобиль для решения таких проблем, вышел на первый план в дискуссиях об этике искусственного интеллекта. Многие философы искусственного интеллекта отмечают, что проблема вагонетки, в которую у водителя есть лишь два ужасных варианта, сама по себе весьма надумана. А потому ни один водитель никогда не столкнется с ней в реальном мире. И все же она стала своеобразным символом, к которому обращаются всякий раз, когда встает вопрос, как следует программировать беспилотные автомобили, чтобы они смогли самостоятельно принимать моральные решения. В 2016 году трое исследователей опубликовали результаты опросов нескольких сотен людей, которым предлагали оценить моральную составляющую различных действий беспилотных автомобилей в сценариях, напоминающих проблему вагонетки. В одном опросе 76% респондентов ответили, что с точки зрения морали беспилотному автомобилю предпочтительно пожертвовать одним пассажиром, чтобы спасти 10 пешеходов. Однако, когда людей спросили, купят ли они беспилотный автомобиль, запрограммированный, жертвовать своими пассажирами, чтобы спасать гораздо большее число пешеходов, респонденты в большинстве случаев ответили, что не стали бы покупать такой автомобиль. Некоторые исследователи этики искусственного интеллекта предположили, что нам не стоит пытаться непосредственно запрограммировать машины на следование правилам морали, а лучше позволить машинам самостоятельно усваивать моральные ценности, наблюдая за поведением людей. Прогресс в наделении компьютеров моральным интеллектом нельзя отделить от прогресса в наделении их другими типами интеллекта, ведь истинная сложность заключается в создании машин, действительно понимающих ситуации, с которыми они сталкиваются. Как показывают рассказы Айзека Азимова, робот не может надежно следовать приказу не причинять вред человеку, если он не понимает, что есть вред в различных обстоятельствах. Чтобы рассуждать о морали, необходимо понимать причинно-следственные связи, просчитывать возможные варианты будущего, иметь представление об убеждениях и целях окружающих и прогнозировать вероятные результаты действий в любой возможной ситуации. Иными словами, чтобы поносить надежные моральные суждения, необходимо пользоваться общим здравым смыслом, которого, как мы видели, не хватает даже лучшим современным системам искусственного интеллекта. Компания AutoX первая запустила на дорогах общего пользования Китая тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителя в салоне и удаленного оператора. Тестирование проходит в центре Шиньжени и в нем принимает участие 25 автомобилей. Обычно разработчики беспилотных автомобилей тестируют их в несколько этапов. Сначала первичные прототипы ездят по полигону, затем после обкатки их выпускают на слабо загруженной дороге общего пользования с одним или двумя инженерами. После долгого тестирования и исправления ошибок машины оставляют без людей в салоне, но под присмотром удаленного оператора, который может либо напрямую перехватить управление, либо показать путь или разрешить проехать там, где это запрещено правильно. По поводу конечного этапа развития беспилотников у разработчиков есть разногласия. Некоторые считают, что уже сравнительно скоро машина будет ездить полностью самостоятельно, справляясь с абсолютно любыми ситуациями. Другие же считают, что пятый, самый высокий уровень автономности вряд ли достижим и беспилотным автомобилям, по крайней мере в ближайшие десятилетия, понадобятся удаленные операторы, способные подсказать выход из нестандартной ситуации. Китайская компания AutoX стала первой в Китае, кто выпустил на дороге общего пользования беспилотные автомобили без людей в салоне и при этом сразу же отказалась от удаленных операторов, присматривающих за движением машин. В тестировании используется 25 гибридных минивэнов Chrysler Pacific, оборудованных лидарами, радарами и камерами, а также имеющих высокоточную 3D-карту местности, по которой они ездят. Поклонники и владельцы автомобиля Tesla вынуждены были задуматься о безопасности после инцидента, произошедшего в ноябре 2022 года в китайской провинции Гуандун, где беспилотный автомобиль устроил смертельное ТТП. По неизвестным причинам машина вышла из-под контроля. Практически весь ее 3-километровый путь удалось отследить по камерам введенных людей. На записи видно, как электрокан пытался запарковать, но плавая искусственного интеллекта и неожиданно изменилась, автомобиль начал набирать скорость. Тесла разогналась почти до 2-х километров в час. И те сбили 5 человек, двоих распект, потом окончательно потеряли теги. На обмен скорости. Слетело здоровье у полотка приеду стек. По словам водителя, в Тесле отказали тормоза. Но в компании Илона Маска с этим не согласились. Там сняли показания с электроники, установленной в машине. Водитель не нажимал педаль тормоза. На съемке тоже видно, стоп-сигналы не загорались. Теперь специалистам предстоит выяснить, произошел ли сбой в системе. Но ранее владельцы таких машин в Китае уже жаловались на тормоза электромобиль. В рекламе Тесла на китайском языке используется термин беспилотный, которого компания старается избегать в описаниях на английском. Сейчас в Китае не существует законодательства, которое регулировало бы использование беспилотных автомобилей. Закон проекта об этом пока находится в разработке. В соответствии с действующим китайским законодательством водитель должен держать руки на руле во время движения автомобиля. Инцидент в Китае вновь привлек внимание общественности к вопросу о том, насколько безопасны используемые сейчас технологии автоматизированного вождения. Как и планировали, начнем знакомство с важным направлением инженерии знаний антологическими системами. Рассмотрим понятие антологии в теории и практике информатики. В последние годы разработка антологии, формальных явных описаний терминов предметной области и отношений между ними переходит из мира лабораторий по искусственному интеллекту на рабочие столы экспертов по предметным областям. Во всемирной паутине антологии стали обычным явлением. Антология в сети варьируется от больших таксономий категоризирующих веб-сайты до категоризации продаваемых товаров и их перечни. Что же такое антология? Это некоторое описание взгляда на мир. Формальное определение этого понятия звучит так. Антология это явная спецификация концептуализации. Концептуализация это процесс определения концептов, а концептом в свою очередь является класс объектов или явлений реального или воображаемого мира. Как это можно интерпретировать? Если у нас есть что-то в реальном или воображаемом мире или в той картине мира, которую мы пытаемся создать, то мы можем назвать это концептом, но при этом концепт должен обладать неким определенным набором признаков, а также важным свойством концепта является то, что должны существовать экземпляры концепта. Так, если человек это концепт, поскольку человек это то, что обладает некоторым набором каких-то признаков, таких как, например, пол, возраст, имя, какие-то там биометрические данные и так далее, ну и совершенно очевидно, существует большое количество экземпляров данного концепта, или если понятию концепта ставить соответствие понятия класса, то экземпляров объекта. Применительно к понятию концептов обычно говорят индивиды, а если мы концепт называем классом, то это объекты. В общем-то, слова концепт и класс это синонимы, такие, так же, как индивиды и объекты это тоже синонимы. Просто применительно к антологическим системам чаще принято употреблять термин концепт, концепт и индивид. Таким образом, создание антологии начинается с того, что мы должны в нашей предметной области выделить и наделить некоторыми признаками некоторое количество концептов. Кроме концептов, в антологии также присутствуют роли или бинарные отношения или связи, то есть это то, что связывает концепты друг с другом, а также виды классов. На представленной схеме изображена антология, в которой выделены три концепта это персона, город и организация. Существует некоторое количество экземпляров этих концептов. Они обозначены ромбикой. Для того, чтобы было понятно, что это именно экземпляры, у каждого из них есть определенное имя, прочитав которое, можно понять, что речь идет о каком-то вполне конкретно существующем объекте природы, либо человеке, либо городе, либо организации, какой-то конкретной организации с конкретным названием. Существуют связи или роли, которые связывают экземпляры этих концептов. Например, человек проживает в каком-то городе, организация находится в каком-то городе, организация нанимает на работу какого-то сотрудника, а сотрудник, в свою очередь, работает в какой-то организации. Архитектура антологии состоит из двух взаимодополняющих частей. Первая часть, так называемая терминология или схема, представляет собой набор утверждений общего вида о предметной области. Именно здесь определяется то, какие концепты будут включены в нашу предметную область, какого вида связи или роли можно будет устанавливать между экземплярами этих концептов. А также некоторые другие, так называемые аксиомы. Если, например, рассмотреть в качестве предметной области антологию родственных отношений между людьми, то, например, такие утверждения, как «всякая женщина есть человек» или «всякий человек может иметь ребенка» относятся именно к терминологии или к схеме этой антологии. Также здесь могут быть определены такие аксиомы, как, например, «дочь есть женщина и ребенок», имеется в виду логически, и «отец есть мужчина и родитель», то есть «отец» это родитель мужского пола, а «дочь» это ребенок женского пола и так далее. Такие утверждения нужно находить, создавать и записывать терминологию для того, чтобы придать вашей антологической системе достаточную выразительность и функциональность. Вторая часть, из которой состоит антология «данные». Эти данные представляют собой набор утверждений о конкретных экземплярах классов или концептов, а также конкретных связей между ними при помощи так называемых ролей. Например, такие утверждения, как «Елена имеет дочь Марию» или «Иван есть отец Марии» или, например, «Сергей – это мужчина» представляют собой примеры утверждений о конкретных экземплярах концепта. Если мы хотим сказать, что в нашей предметной области существует какой-то экземпляр концепта и он состоит в каких-либо отношениях с другими экземплярами, мы должны написать об этом соответствующее утверждение в наш «ассершенбукс». Существуют так называемые терминологические аксиомы. Рассмотрим это подробнее. Во-первых, концепты могут быть связаны друг с другом при помощи отношений иерархии или наследования. На текущем слайде показана вложенность концептов. Например, если описываются антология родственных отношений, то концептом верхнего уровня иерархии будет человек, такой концепт, к которому относятся все живущие люди. Его можно разделить на два больших концепта – мужчины и женщины. Эти концепты являются вложенными в концепт верхнего уровня. Также вложенными в него являются концепты ребенок и родителей. То есть любой человек может быть либо мужчиной, либо женщиной, и либо родителем, либо ребенком, а может быть родителем и ребенком одновременно. При этом существует некоторое множество индивидов, которые находятся в пересечении концептов родителей и мужчин, и это будет множество отцов. А, например, пересечение концептов родителей и женщин образует множество матерей. Аналогично определяется пересечение концептов ребенок, мужчина и ребенок и женщин. Дескрипционная логика – это математический аппарат, предназначенный для описания отношений между концептами в онтологической системе. Как мы отметили ранее, концепты могут пересекаться или над ними может совершаться операция конъюнкции. Например, пересечение концептов мужчина и ребенок – это множество всех сыновей, то есть любой человек мужского пола, у которого есть родители, называется сыном в нашей антологической системе. Существует несколько различных синтаксисов для записи выражений дискрипционной логики. Два столбика – один – синтаксис дискрипционной логики алгебраический синтаксис и есть так называемый манчестерский синтаксис, который будет использоваться нами в антологическом редакторе для работы с антологией. Записи имеют одинаковый смысл, они эквивалентны, просто разный синтаксис. Существуют и другие способы записи антологических выражений или, правильнее сказать, выражений дискрипционной логики. Знак пересечения, известный в аппарате математической логики в манчестерском синтаксисе, обозначается словом энде. Объединение концептов или дизъюнкция. Например, множество всех людей – это объединение концептов мужчина и женщина. Если мы возьмем совокупно всех мужчин и всех женщин, то мы получим множество всех персон. Существует операция дополнения или отрицания, обозначаемая словом нот. Например, операция отрицания для концепта женщина – это множество всех индивидов, которые не относятся к концепту женщин, то есть, наверное, это мужчин. Существует также понятие универсального концепта, обозначаемого словом thing. Это концепт, к которому относятся все индивиды в антологии, употребляемые в случаях, когда нужно обозначить концепт, относящийся ко всему. Любой индивид относится к этому концепту. Существует понятие пустого концепта, обозначаемого словом nothing. Ни один индивид не относится к этому концепту, такой концепт экземпляров, которого не существует. Хотя на первый взгляд понятие кажется бессмысленным, но на самом деле часто используется в разных выражениях, когда нужно показать пустой результат, который нужно с чем-то сравнить. Также терминологические аксиомы определяют вложенность или наследование ролей. Концепты могут быть вложенными. Точно также роли связи, которые связывают эти концепты, могут быть вложенными. Например, мы хотим описать разные виды отношений, которые возникают между людьми. Мы можем определить одну роль верхнего уровня. Эту роль будем называть «иметь связь». Но есть то есть эта роль, которая связывает индивиды нашей онтологии, которые как-либо связаны. Далее, на более низком уровне иерархии, мы конкретизируем то, какого характера могут быть эти связи. В частности, например, между индивидами может существовать связь «имеет ребенка» или «обратная связь» является ребенком. То есть, если некий индивид имеет какого-то ребенка, то, соответственно, этот ребенок связан со своим родителем при помощи роли является ребенком. Существует понятие «обратной роли». Соответственно, в нее могут быть вложены еще некоторое количество ролей. Например, иметь ребенка может означать иметь дочь и или иметь сына в зависимости от того, какого полуребенок. Соответственно, обратное отношение. Какой-то индивид может являться либо дочерью, либо являться сыном. Смысл в том, что роли, так же, как концепты, могут быть иерархически вложенными друг в друга. Вообще говоря, мы видим, что здесь речь не идет о совсем чистой иерархии. На самом деле, это не дерево, это граф. Просто иерархия это такой наиболее удобный, наверное, интуитивно понятный способ организации концептов и ролей. Но на самом деле, здесь возможно и множественное наследование, поэтому структура, которую мы получаем в результате, как вложенности ролей, так и вложенности концептов, может не быть древовидной, а может быть графовой. Граф отличается от дерева тем, что там возможно множественное наследование. Ну и что касается ролей. Какие операции дескрипционной логики применимы к ролям? Ну во-первых, нам интересно бы получить при помощи оператора дескрипционной логики некоторое множество концептов, которые связаны с каким-то определенным экземпляром при помощи какой-то роли. Например, у нас есть некий индивид или некий объект или экземпляр Мария. Какая это конкретная персона? Если мы применим операцию получения связанных с этим индивидом других индивидов при помощи определенной роли. Например, имеет ребенка, мы получим множество родителей этого индивида. Ну опять, два способа записи. Это алгебраический способ записи и способ записи при помощи манчестерского синтаксиса. Слово value здесь означает то, что в правой части будет стоять конкретный индивид. То есть слева стоит то, что мы хотим получить, это множество концептов, которые связаны с этим индивидом, при помощи роли имеет ребенка. Мы получаем множество родителей. Квантор существования. Эта операция позволяет получить множество индивидов, у которых есть хотя бы один индивид, связанный с ним определенной ролью. Например, мы можем получить все индивиды, для которых найдется хотя бы один индивид, связанный с ним ролью имеет ребенок. В правой части здесь может стоять концепт «человек», либо концепт «что-нибудь». Разница будет в том, что в первом случае мы получаем индивиды, которые имеют хотя бы одного ребенка, относящегося к классу «человек». Во втором случае мы получаем индивиды, которые имеют ребенка хотя бы одного, относящиеся к классу «что-нибудь». То есть человек или любой другой ребенок. Ну, например, в какой-то системе мы можем в первом случае получить только родителей людей, а во втором случае мы получим родителей людей и родителей животных. Такое тоже может быть. Операция, которую называют квантер общности, позволяет получить множество индивидов, у которых все последователи, то есть все связанные с ним определенной ролью индивиды, относятся к определенному классу. Например, мы получаем, мы можем получить множество женского пола, то есть те индивиды, которые имеют ребенка и все их дети относятся к классу женщин. Все эти операции активно используются при работе с онтологической системой, онтологической моделью, и при помощи них можно строить разнообразные запросы, которые позволяют получить определенные результаты или выбрать определенные концепты, выбрать определенные индивиды из онтологической модели. Не могла существовать без своей системы онтологии глобальная база знаний, как Википедия. В этом проекте система называется категоризацией, который посвящен значительный объем правил. В левой части слайда дано определение понятия категоризации Википедии. Этим термином названы процессы структурирования схожих страниц по темам, формирование обобщающих классифицирующих категорий, реализуемое в целях навигации и установление соотношений между страницами. Правила и порядок установки категорий на странице, а также требования, предъявляемые к самим страницам категорий. В правой части слайда представлена часть дерева категоризации по теме математической науки. Второй онтологической системой для Википедии является проект Викиданные, централизованный репозиторий данных, доступ к которым могут получать подключенные к хранилищу сайты, и в частности Викисайты, управляемые фондом Викимедиа, динамически загружаемые из Викиданных сведения не нуждаются в обновлении на каждом из отдельных клиентских Викисайтов. Например, статистика, даты, координаты и другие общие данные могут быть сосредоточены в Викиданах. Репозиторий Викиданных связанные между собой элементы и их данные. Хранилище состоит в основном из элементов, каждый из которых имеет метку, описание и любое количество синонимов. элементы имеют уникальный идентификатор с префиксом Q и числовой частью, как, например, Douglas Adams Q42. Утверждение детально описывает каждый элемент, каждое утверждение состоит из свойств и его значений. Свойства в Викиданных идентифицируются кодом, имеющим префикс P и числовую часть, например, учебное заведение P69. Для людей можно добавить свойства, указывающие на учебное заведение, значением которого будет ссылка на элемент школы. Для зданий вы можете назначить свойства географических координат с указанием долготы и широты. Свойства могут содержать ссылки на внешние базы данных. Свойства, которые ссылаются на элемент во внешней базе данных, вроде баз данных авторитетного контроля, используемых библиотеками архивами, называется идентификатор. Ссылки на сайты связывают каждый элемент с соответствующими ему статьями во всех клиентских вики, такие как Википедия, Викиучебник и Викицитатник. Вся информация может отображаться на любом языке, даже когда исходные данные были введены на другом языке. При доступе к этим значениям клиентские вики будут показывать самую последнюю версию данных. Вопрос оптимального представления информации является одним из ключевых направлений исследований в области инженерии знаний. По антологии понимается всеобъемлющая и подробная формализация предметных областей знаний с помощью концептуальной схемы, приводящая к получению иерархически структурированного множества классов объектов и их логических связей, описывающих, как эти понятия соотносятся между собой. фактически антология это иерархический понятийный скелет предметной области. При создании структурированной базы знаний в настоящее время учитывается, что потребителями информации в сети наряду с людьми являются так называемые программные агенты, называемые обычно ботами. Программные агенты производят действия по автоматическому сбору данных с целью формирования автоматизированных баз знаний по заданному их создательной принципу. Работа этих ботов также предназначена в дальнейшем для пользователей людей, являющихся в любом случае конечными потребителями. Антологии позволяют представить понятия в таком виде, что они становятся пригодными для машинной обработки и восприятия программными агентами. Второе преимущество антологических систем в информационной системе – возможность соблюдения равных масштабов словников для разных личных предметных областей. Появляется возможность контроля по количеству ступеней графов антологии от корневых понятий до отсекаемых ветвей. Чем в более структурированном виде программные агенты получают информацию, тем качественнее они вписывают собранную информацию в формируемый ими элемент структуры инфосферы. Антологии в значительной степени можно ассоциировать семантическими сетями как инструментом моделирования и структуризации знаний. Википедия, относимая специалистами к веб полтора, имеет две системы антологии – внутренняя система категоризации и в отдельном проекте Викиданные, что обеспечивает ее продвижение в поисковых системах, являющихся по сути программными агентами и устойчивую позицию сайта в сети. Процессы формирования современного словника ковчега знаний, а также антологической системы, охватывающей все понятия, входящие в словник, планируется привлечь специалистов университетского и академического сообществ. Окончательной задачей является создание и постоянное совершенствование экспертной системы знаний по основным направлениям науки. К антологической системе могут быть привязаны эксперты соответствующей направлении знаний, вызываемые автоматически при появлении в базе данных понятия, входящего в их область науки. С ростом использования нейросетей в формировании информации растет вероятность просачивания в базу знаний искусственно созданной информации, опирающейся на источники сомнительной авторитетности. Одной из насущных задач при создании экспертной системы является создание нейросети, стоящей на страже достоверности, как информации, поступающей в базу, так и библиографических источников, на которые эта информация опирается. субтитры создавал DimaTorzok,